Всем привет! В преддверии Академии НАК я хочу задать несколько вопросов представителям организационного комитета этого мероприятия Родиону Бендеру и Андрею Шепелеву. Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Дима! Привет, Дим! Скажите, пожалуйста, какие активности ожидают посетителей технического семинара Академии НАК? В этом году мы планируем, как всегда, нашу основную активность это воркшопы, практика и Родион меня уговорил, так сказать, что стоит сменить теоретическую активность на круглые столы. Ну да, будут круглые столы, конечно, никуда не денутся доклады в режиме, так сказать, выступления одного пользователя, но будут еще стенды и домозоны. А вы можете посоветовать какие-то отдельные круглые столы или, может быть, доклады или, может быть, демозоны, где будет наиболее интересно, вот лично с вашей точки зрения? Ну, в этот раз отвечает Родион у нас за круглые столы и он решил выбрать, что это вот IPv6 очень интересная тема, он, может быть, сейчас меня дополнит. И еще он что-то там хочет намудрить с качеством обслуживания и нескольких вендоров столкнуть. А я добавлю, что у нас будет очень большой круглый стол по Sarmul, но без этого сейчас никуда. Да, у нас будет интересный круглый стол про IPv6, потому что этот вопрос актуальность не теряет, там будут разработчики маршрутизаторов и в гостях, и будет круглый стол посвященный качеству обслуживания на примере предоставления качественного сервиса OTT на сетях операторов. Еще я коротко вставлю, что у нас будет аж, по-моему, полуторачасовое явление, посвященное такой штуке как Sorm, и туда съедутся три наших основных партнера, но они сейчас на рынке прям очень драйвовые, интересные и думаю, что их стоит послушать. А что будет крутого на стендах? На стендах будут, во-первых, новинки, которые представляет нак, и будут демо-зоны, например, будет демо-зона SD-WAN решения, на которой можно будет прям непосредственно увидеть, как это работает, оценить его работу, интерфейс такого решения и системы, и вообще модель реализации решения SD-WAN. Хочу еще добавить, что в этом году у нас очень много заявилось различных спонсоров, так сказать, наших партнеров, которые также представят свои решения на стендах, их будет довольно много, и я думаю, стоит все-таки спуститься со второго этажа на первый и все это ценить, самим посмотреть, потрогать и убедиться, что мы все-таки не каждый год повторяемся, у нас всегда все новое. Можете сориентировать, какие новинки будут представлены на Академии НАК? Новинки. У нас будут несколько решений программных, которые пришли из мира информационных, так сказать, информационной безопасности. Мы расскажем про систему класса CM и про возможность применения такой, на первый взгляд, ИБ-шной истории на сетях операторов и в сетях операторов. Мы расскажем про SD-WAN и про реальный кейс внедрения SD-WAN с помощью компаний, силами компании НАК и нашего, так сказать, технологического заказчика и партнера. Я думаю, это будет интересно. Прямо буквально только что мне позвонили наши очень крупные поставщики решений DVDM, они высказали желание поучаствовать и сказали, что привезут какое-то свое супермодное решение, с которым они выиграли несколько конкурсов уже интересных и об этом все обязательно расскажут. А какие интересные воркшопы нас ожидают? Ну давай сначала я расскажу свои, а потом ты свои. В общем, мы можем посмотреть только те воркшопы, за которые отвечаем непосредственно мы и наши лично с Родионом партнеры. Это я хочу сказать, что у нас будет интересный очень воркшоп от компании Juniper Networks. Вот в этом году они основательно подготовились и приедет сертифицированный тренер, который имеет очень много, скажем так, медалей, регалий и наград. Человек 20 лет занимается этим делом, обучает людей и занимается работой с оборудованием Juniper. Должно быть все очень интересно, такое довольно редко бывает, чтобы вот так вот соглашались люди. Я думаю, что это стоит посетить, всем тем, кто уже имеет работу, и задать свои вопросы. Потому что человек очень умный, все будет очень здорово. Мы его в специальном центре вызвали. Второй, собственно, момент, это то, что у нас будет компания ВАСЭксперт рассказывать тоже о своем продукте. Это происходит как бы каждый год. И в этом году, я не могу сказать, что новинка, но от них всегда приезжает тоже очень умный, интересный человек. Его зовут Дмитрий Молдаванов. Он работает в этой компании, а сейчас основание, и весь их продукт написал чуть ли не сам там с нуля. Ну, конечно, с помощью еще людей. Вот. И он там все знает нюансы. И тем, кто эксплуатирует в данный момент, собственно, систему, может приехать, кто-то сказать им что-то хорошее, а кто-то с ним, наверное, уже знаком и высказать что-нибудь не очень хорошее. Я думаю, всем тоже будет интересно и посетить данное мероприятие, и пообщаться с Дмитрием, и также с командой его инженеров, которую он привезет с собой, чтобы прояснить все нюансы, так сказать, лично. Да, спасибо, Андрей. Я тебя дополню. Во-первых, мы, собственно, вручаемся, что все воркшопы будут интересны, потому что на этапе подготовки мы все воркшопы готовим очень тщательно с нашей большой командой Naga. Но от себя могу обратить внимание на два воркшопа. Это курс про маршрутизатор RDP. Его будет читать, собственно, руководитель отдела разработки этого продукта. Вот, и будет очень интересно. И еще один курс от компании RDP, это их, собственно, достаточно успешный, известный продукт. Это ECO-SGE, да, то есть универсальная сервисная платформа. Там курс будет читать человек, который очень долго работает в отделе технической поддержки и сопровождения, собственно, продукта. И он тоже очень опытный, собственно, в плане общения и решения задач реальных пользователей. Я тоже думаю, что он на живых примерах очень интересно сможет рассказать про продукт. Пожалуй, так. Большое спасибо за то, что ответили на эти вопросы. Спасибо, Дима. Мы ждем всех вас на нашем мероприятии. Очень надеемся, что данный ролик поможет вам выбрать правильные активности. Обязательно приезжайте. Будет весело, интересно. Ну, вы же знаете, мы никогда вас не подведем. Я думаю, что для всех участников, кто собирается ехать на Академию НАК, это было очень полезно. А для тех, кто сомневался, весомым аргументом для принятия положительного решения. Ждем вас на Академии НАК. Субтитры сделал DimaTorzok